Всем привет дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и сегодня у нас очередная распаковочка посылочки. Эта посылочка лежала давно, взбирал вещи и вот достал ее. Посылочка не помню сколько шла, что как было, но трех номер по-моему не отслеживался, потому что рашка наклеена наша. Посылка оценена в 2 доллара, весит 80 грамм, что-то тут в ней есть, что-то 2, давайте посмотрим что именно. А перед началом этого ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный сайт, сайт в котором публикуются автомобильные новости. Автомобильные новости автопроизводителей зарубежного и российского авторынка. Переходите, смотрите, ссылочка в описании. Итак, давайте откроем посылочку и посмотрим что же у нас здесь пришло. Все, тут пусто. У нас завернуто, завернуто в пупырку, пусто. И это два фонарика. Заказывал я эти фонарики перед Новым годом, по-моему, еще осенью. Вот такие вот два фонаря, эти два фонаря с магнитом. То есть их можно куда-нибудь примагнитить. Отлично, из одного уже магнит вылетел. Ладно, это мы приклеим, это не проблема. Но такие вот они на магнитах, можно куда-нибудь их примагнитить. Также их можно повесить вот на такой вот крючок. То есть взяли и повесили на крючок. Но поскольку они уже начали разваливаться, давайте проверим, а работают ли они вообще. Работают ли у нас эти фонарики. Используются фонарики, три мизинчковые батарейки. Давайте попробуем поставить и проверить. На вид конструкция довольно-таки такая прочная. Мягкий пластик. Мягкий пластик. Конечно, обидно, что вылетел магнитик. Но это ничего страшного. Это проблемы с клеем. Это, я думаю, заклеим и все. Итак, батарейки ставили. Давайте посмотрим, что же у нас происходит. Нажимаем кнопочку. Супер. И ничего не происходит. Классно. Один фонарик уже что-то не то с ним. Все вставил вроде нормально. Давайте попробуем другой фонарик во второй. Фонарики я брал на всякий случай. Летом были отключения цвета. О, а этот работает. Вот так вот. Один фонарик нерабочий. Прислали два фонаря. Один из которых не работает. Очень странно. Надо посмотреть. Может там, опа, как ярко. Да, если такой повесить, довольно-таки ярко будет. То есть, если выключили свет, повесить такой фонарик, довольно-таки ярко. И спор уже не откроешь, поскольку посылка эта очень-очень давнишняя посылочка. То есть, вот есть такой режим. Есть вот такой вот режим. То есть, один фонарик работает. Давайте еще раз попробуем включить второй фонарик. Может быть, я неправильно батарейки что-то вставил. Но я сомневаюсь. Надо будет открыть и посмотреть. Может быть, где-то отвалился провод. В принципе, потому что особо не работать тут нечему. А, вот, заработало. Я говорю, скорее всего, где-то что-то отошло. И поэтому... И поэтому не было изображения. Пробуем переключить. Да, и здесь работает. Все отлично. Это что-то я сделал не так. Что-то я сделал не так. И поэтому не работали. Итак, где же можно использовать эти фонарики? Фонарики можно использовать в походе. Допустим, пошли в поход. Палаточки взяли, повесили. На рыбалке. Да где угодно. Бросили в сумку. Где-то надо что-то подсветить. Допустим, вот эту, если совсем убрать, даже на работе можно. Вот я занимаюсь на работе часто ремонтом электрики. И где-то вот залазишь, вообще ничего не видать. Взял, повесил его, нажал. Все, он тебе все освещает, все светит. Довольно-таки удобно. В общем, универсальные такие фонарики. Есть и крючок, есть и магнитик. То есть, можно и примагнитить, и второй магнит вылетел. То есть, оба магнита не держатся. Обидно. Ну ладно, на это у меня есть суперклей, которым можно приклеить. Магниты очень сильные. Так что, я думаю, будет держаться на металлической поверхности очень хорошо. В общем, были у нас сегодня вот такие вот два классных фонарика. Подписывайтесь на канал, кому понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Здесь можно подписаться, поставить лайки и сделать все остальное. Вот такие классные фонарики. Все, на сегодня все. С вами был канал Китай Стал Ближе. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok